Привет, я Ира или гид в шляпе. Может быть, кто-то напишет, что это шляпа пчеловода, но нет, это шляпа, пусть будет звездочета. Сегодня я посчитаю звезды на небосклоне прекрасного города Петербурга, а именно звезды из понаехавших в этот город. Сегодня вторая часть видео понаехавших и топ-10 моих, ну, мой личный топ понаехавших в Петербург. И первый в моем списке Федор Михайлович Достоевский. Значение его творчества, конечно, настолько велико, что об этом можно снимать отдельный выпуск или писать книгу или диссертацию, но тем не менее оно повлияло на творчество ряда лауреатов Нобелевской премии в области литературы, например. На Ницше, на Сартра, на становление даже фрейдизма и экзистенциализма. Федор Михайлович родился в Москве. Семья была дворянская, однако обедневшая, и в ней соблюдались строгие патриархальные традиции. Его старший брат и он сначала обучались в Москве, но позже их отец перевозит сюда, в Петербург, чтобы поступить в инженерное училище. И Федор Михайлович туда поступил, но обучением там он тяготился, ему было неинтересно, ему гораздо интереснее было заниматься литературой. Что он с успехом и начал делать именно там. Вообще большая часть жизни Федора Михайловича прошла здесь, в Петербурге, и связана с этим городом. Здесь к нему пришла настоящая литературная слава. Здесь же он познакомился с кружком Буташевича Петрашевского. К слову, произошло это здесь, у Вольфа и Беранже, что в итоге привело его на каторгу. Здесь он селил своих литературных героев. Стоит почитать практически любое произведение Федора Михайловича, чтобы прочувствовать дух Петербурга того времени. Первый брак Достоевского был не особо удачен. Зато второй, на Несниткиной, здесь же в Петербурге, был, напротив, отличный. Она ему стала не просто хорошей супругой, но и своего рода менеджером помогала в издании его произведений. У них было четверо детей, но, к сожалению, смерть двоих из них им пришлось вместе пережить. И, что немаловажно, Достоевский является создателем такого бренда нашего города, как город Белых ночей. Именно он впервые в своем произведении называет так Питер. Александр Сергеевич Пушкин. Солнце русской поэзии также понаехал сюда из Москвы. Но ни для кого не секрет, что Александр Сергеевич является основоположником русского литературного языка. Пушкин родился в Москве. Детство его прошло там же, в немецкой Слободе. В возрасте 12 лет его дядя привозят в Петербург специально, чтобы поступить в царскосельский лицей. Будучи учеником этого учебного заведения, он, например, пережил события войны 1812 года, а также стал членом кружка Арзамас. Целью этого литературного общества являлась борьба с архаичными правилами и традициями в литературе. Александр Сергеевич был известен своим горячим нравом. Возможно, сказалась южная кровь, которая была у него в роду. Поэтому он неоднократно бывал в поездках и ссылках в Крыму, в Одессе, в Кишиневе, ссылки в Михайловском. После второго сватовства к Наталье Николаевне, на этот раз удачного, первый раз ему отказали, он отправляется в Болдино, чтобы вступить в права собственности на деревню. Это был подарок на свадьбу. Но там его задерживают холерные карантины. И благодаря этому появился такой период в его творчестве, как Болдинская осень. Но так или иначе, значительная часть жизни Александра Сергеевича прошла здесь, в Петербурге. Здесь же он создавал свои знаменитейшие литературные произведения. И вообще считается, что Пушкин Петербург любил. Находясь в Москве, он писал жене, «Все это, однако же, не слишком забавно, и меня тянет в Петербург. Не люблю я твоей Москвы». Жизнь великого поэта закончилась тоже здесь, в доме на Мойке-12, спустя два дня после дуэли на Черной речке. Ну а похоронен он был на территории Святогорского монастыря Псковской губернии. Михаил Юрьевич Лермонтов, очередной москвич. Поэт и прозаик, его многие произведения даже легли в основу народных песен, что в литературном мире является знаком качества. Вообще, род Лермонтовых происходил из Шотландии, а воспитанием будущего великого поэта занималась очень много бабушка, имея возможность в том числе вкладывать в него значительные финансовые средства. Лермонтов поступает учиться в Московский университет, но через некоторое время покидает его из-за разногласий с некоторыми профессорами. И вот в 1832 году вместе с бабушкой он переезжает сюда, в Петербург. Поначалу они жили здесь, в доме у синего моста, но, к сожалению, дом не сохранился. Поэту тогда было всего лишь 18 лет. И сначала ему Петербург очень не понравился. Он воспринимал его как холодный, отчужденный и, в общем-то, весьма неприветливый. Считается, что Лермонтов Петербург не любил. Он его воспринимал как пасмурный и грустный город. Вот в своем романе «Княгиня Лиговская» он писал так. «Многие жители Петербурга, проведшие детство в другом климате, подвержены странному влиянию здешнего неба. Какое-то печальное равнодушие, подобное тому, с каким наше северное солнце отворачивается от неблагодарной здешней земли, закрадывается в душу, приводит в оцепенение все жизненные органы. В эту минуту сердце не способно к энтузиазму, а ум к размышлению». Но позднее поэт писал уже о милом севере. Известные строки. «Тучки небесные, вечные странники, Степью лазурную, цепью жемчужную мчитесь вы, Будто, как я же, изгнанники с милого севера в сторону южную». Вообще, если сказать Петербург, сразу возникает ассоциация с Петербургом Пушкина или с Петербургом Достоевского. Но вот как-то сочетание Петербург-Лермонтова менее известен. Однако поэт оставил здесь свой значительный след. А именно стихотворение, посвященное смерти Пушкина на смерть поэта, зачитывали после гибели Александра Сергеевича здесь. И, в общем-то, это стихотворение привело Лермонтова в ссылку на Кавказ. Следующая в моем топе по наехавших – Екатерина II. София Августа Фредерико Ангальц-Цербская происходила из Пруссии и являлась чистокровной немкой. Екатерининская эпоха подходит под понятие «просвещенный абсолютизм XVIII века» и вообще время ее правления считается веком просвещения. Приехав в Россию в возрасте 15 лет и, не зная ни слова по-русски, Екатерина стала в каком-то смысле настоящей русской. При ней был полностью реформирован государственный аппарат, что не делалось со времен Петра I на тот момент. Значительно расширены границы Российской империи, как на запад, так и на юг. Присоединены к империи Крым, Новороссия, часть Кавказа. Приехав в Россию в возрасте, как я сказала, 15 лет, она сразу принялась за изучение русского языка, а также русских традиций, культуры, истории. Она для того, чтобы выучить русский язык, не брезговала общаться с простыми людьми, допустим, со служанками или истопниками, потому что вся аристократия того времени как раз-таки русский язык знала плохо. И общение с аристократами не особо помогало, потому что как раз-таки аристократы общались на смеси французского, английского, в общем, на иностранных языках, но вовсе не на русском. Екатерина II также очень любила живопись и книги. Она покупала целые коллекции предметов искусства, но и живописи в частности. Именно она основала Эрмитаж. То, что сейчас для нас один из самых крупнейших, известнейших музеев мира, при ней был основан как место для ее уединения, для ее отдыха, для проведения камерных домашних концертов дворцовых и, естественно, для хранения книг и предметов искусства. Екатерина II на собственном примере показала связь европейской и русской душ, что их объединение, скажем так, возможно. Как раз-таки к вопросу социальной пользы. Екатерина II разрабатывала самые разные усовершенствования для разных слоев населения и пыталась применить всяческие нововведения. Например, чтобы бороться с голодом, она приказала в большом количестве садить картофель, особенно там, где зерновые росли плохо. Да, не впервые, поскольку до нее этот иностранный овощ на Русь завез Петр и приказал садить. Но, тем не менее, где, соответственно, были неурожаи зерновых, было приказано садить земляные яблоки, как тогда называли картофель. Помимо этого, в указе содержались различные рецепты приготовления блюд из картофеля, рецепт приготовления из него пудры и вина. А листьями растения было приказано кормить скот. В общем, безотходное производство. Другое интересное нововведение императрицы относилось к устройству спален. Она так писала одному из своих приближенных. «Я, так сказать, разворотила не одно царское село. Вы никак не узнаете моей спальни. И здесь, в городе, я нашла способ устраивать спальни так, что это даже не может прийти в голову. У меня была ниша, а теперь ее нет. Кровать моя против окон, но чтобы дневной свет не мешал глазам. Против окон же стоит зеркало у самых ножек кровати, а под ним диван. Почти такой же высоты, как и кровать. С обоих боков кровати у меня мягкие скамеечки. Они составляют окружение алькова. Это восхитительно. Такое изобретение вашей покорной услужницы распространяется по всем петербургским домам. Кроме того, у моей кровати нет балдахина, а только одни занавески». В общем, императрица была неутомима и применяла самые различные новшества и изобретения от того времени для того, чтобы усовершенствовать жизнь людей и, в частности, жизни разных слоев населения. Знаете ли вы, что значительную часть своей жизни Денис Иванович Фанвизин жил и творил в Петербурге? И да, он тоже был из понаехавших. Жил он, собственно, и творил в эпоху Екатерины II, поскольку родился в 1745 году в Москве. Литератор, он является и считается основателем русской бытовой комедии. Его самые известные произведения – это пьесы «Бригадир» и «Недросль». Происходил он из древнего рыцарского немецкого рода. Его прародителем был немецкий барон с фамилией Фонвизин. Чуть позже и фамилия, и род русифицировались, поскольку Фанвизины оказались на русской службе со времен правления Ивана Грозного. Маленький Денис Иванович в очень раннем возрасте начал изучать грамоту, а впоследствии поступил в Московский университет. Позже в числе нескольких лучших студентов Фонвизина отправляют учиться сюда, в Петербург. Здесь он знакомится с Михаилом Ломоносовым, например, и с Александром Сумароковым, первым директором русского театра. И вот здесь он впервые видит на сцене постановку по датской пьесе «Генрих и Пернил», что произвело на него неизгладимое впечатление. Он сам об этом писал так. «Действия, произведенного во мне театром, почти описать невозможно. Комедию, виденную мною довольно глупую, считал я произведением величайшего разума, а актеров – великими людьми. Ко их знакомство, думал я, составило бы мое благополучие». После окончания учебы Фонвизин окончательно переезжает в Петербург и здесь поступает работать при Министерстве иностранных дел. Его принимают на должность секретаря с формулировкой «быть для некоторых дел». Но у нас и сейчас многие работают в офисах с формулировкой «быть для некоторых дел». Кажется так. Первая поставленная пьеса Фонвизина здесь, в театре, в Петербурге, имела ошеломляющий успех. И его даже пригласили в Петергоф. Сама императрица Екатерина II пожелала, чтобы он лично ей прочитал свои произведения. С тех пор его стали именовать русским мольером. Позже Денис Иванович женился. Вместе с женой они жили на Галерной улице, а затем путешествовали по Европе. Сначала проехались по нескольким городам Франции, затем по Германии. И о путешествии по Германии, в частности о местных прусских извозчиках, Денис Иванович оставил также свои забавные воспоминания. А именно, правду сказать, надо быть ангелу, чтобы сносить терпеливо их скотскую грубость. 20 русских верст, везет 8 часов, всеминутно останавливается, бросает карету и бегает по корчмам пить пиво и курить табак, заедать маслом. Из корчмы ему не вытащить до тех пор, пока сам изволит выйти. Вообще сказать, почтовое учреждение его прусского величества гроша не стоит. А позже в Петербурге была поставлена пьеса Фанвизина «Недоросль». Он сам ее режиссировал, сам подбирал актеров, в общем, полностью руководил процессом. Она имела ошеломляющий успех, но в частности среди простых слоев населения. А вот аристократия во главе с Екатериной Второй эту пьесу не одобрила, поскольку, по сути, она являлась сатирой, высмеиванием дворянских традиций. И с тех пор Денис Иванович и до конца жизни был у императрицы в немилости. Михаил Васильевич Ломоносов. О нем лучше скажет за меня Александр Сергеевич Пушкин. Он писал так. «Ломоносов был великий человек. Между Петром Первым и Екатериной Второй он один является самобытным сподвижником просвещения. Он создал первый университет. Он, лучше сказать, сам был первым нашим университетом». Родился Ломоносов в 1711 году в маленькой деревне Архангелогородской губернии. Он является первым ученым-испытателем, первым геологом, филологом, металлургом, физиком, химиком и много кем еще. Он является основателем физической химии. Помимо этого, он создал основу науки о стекле, науки термодинамики. Он открыл, что у такой планеты, как Венера, есть атмосфера. Наконец, Михаил Васильевич является основателем Московского университета. Именно по этой причине этот университет носит его имя. Как известно, Ломоносов ушел пешком в Москву учиться. Это правда. Его отец хотел женить. Он был не согласен с такой своей судьбой. И вот однажды ночью, прихватив с собой минимум вещей и несколько книг, он ушел за рыбным обозом. Сам обоз был уже в пути. И нагнал он их только на третий день. И уговорил взять с собой. Затем он учился в Москве, позже в Киеве, в Киево-Могилянской академии. А город на Неве Ломоносов увидел впервые в 1735 году. Он и еще несколько учеников Спасского училища, лучшие ученики, были направлены сюда, чтобы учиться в университете при Академии наук. Здесь же они проживали на Васильевском острове, впоследствии на первой линии Васильевского острова, в двух шагах отсюда. Было время, когда Ломоносов хотел стать священником, но ему помешало увлечение естественными науками. Он уезжает за границу, там успел тайно жениться, понять, что жизнь за границей не для него. И он сбегает от своей жены, фактически возвращается сюда, в Петербург. Вообще считается, что по натуре Ломоносов был достаточно такой личностью противоречивой, даже в какой-то степени одиозной. Он был не сдержанным, вспыльчивым и часто был замечен в скандалах, как за границей, так и здесь, в Петербурге. Это был человек достаточно крепкого здоровья, однако он умер от пневмонии в возрасте 54 лет, успев создать очень много всего для развития самых разных наук. Часть адресов, где он работал и жил в Петербурге, не сохранилась, но часть и сохранилась. К нему имеет непосредственное отношение здание Академии наук здесь, на Васильевском острове. Также императорский фарфоровый завод, поскольку Ломоносов работал над усовершенствованием рецептов фарфора, а также рецептов стекла и смальты для мозаики. В нашем городе есть ему, соответственно, памятник, есть улица Ломоносова, есть мост Ломоносова, площадь Ломоносова, музей Ломоносова, ну и, наконец, именем великого ученого назван целый город Ломоносов вблизи Петербурга. Как ни трудно догадаться, Дмитрий Иванович Менделеев также не был уроженцем Петербурга. Он родился в 1834 году в Подольске. Но что мы знаем о великом ученом? То, что он открыл один из фундаментальных законов мироздания. Открыл периодический закон химических элементов и создал систему этих элементов. К слову сказать, учился Менделеев тоже здесь, в Петербурге, но в педагогическом институте. А позже, защитив диссертацию, он работал в технологическом институте, но и, собственно, здесь, в университете. Еще, будучи студентом, он проявил большой интерес к неорганической химии. И вот уже позже, в 1869 году, он открывает периодическую систему элементов. Особенность его труда заключалась в том, что он изучал валентность химических элементов и настаивал на том, что все они должны быть расположены согласно возрастанию их атомного веса. Вот он и взял показатели этого атомного веса и расположил их все, начиная от водорода. На тот момент науке было известно 62 химических элемента. Он их систематизировал и записал в таблицу. Естественно, некоторые клетки в этой таблице остались пустыми. Он объяснил это так, что все химические элементы, существующие в природе, они есть, но о них наука еще не знает. Это не будут открыты когда-нибудь все те, которые могут быть вписаны вот в эти вот пустые клетки. Так и получилось. За последующие 100 лет ученые открыли десятки химических элементов и дозаполнили таблицу Менделеева. Значительная часть жизни великого ученого прошла тоже здесь, в Петербурге, а похоронен он на литераторских мостках Волковского кладбища. В Петербурге есть улица, названная именем Менделеева. Это Менделеевская линия на Васильевском острове, а также есть памятник великому ученому на Московском проспекте. София Васильевна Ковалевская, урожденная Корвин-Круковская. Знаменитейшая женщина, первая в мире женщина-профессор математики и первая вообще женщина-профессор в Российской империи и на тот момент в Северной Европе. Ее самая известная задача, которая принесла ей мировую известность, это задача о вращении твердого тела вокруг неподвижной точки. Именно благодаря этому она защитила свою диссертацию, стала доктором наук и профессором. Предками Софии Васильевны являлись русские, поляки, немцы и цыгане. Родилась она в Москве, а умерла в Стокгольме. Но в мою подборку, естественно, она попала не случайно, потому что значительная часть жизни Ковалевской, а также профессиональные трудности, связанные с Петербургом. Середина 19 века и вторая его половина для столицы Российской империи – это время революционных движений, либеральных реформ и вообще значительных изменений в обществе. От жизни в спокойном родовом имении здешняя жизнь, столичная точно отличалась. После поездки по странам Западной Европы София в 1860-х появляется здесь, в Петербурге. Интересно, что ее сестра Анна Корвин-Круковская тоже не прошла для истории незамеченной. Она участвовала в революционном движении и чуть не стала невестой Достоевского. А София увлекалась математикой. Но в то время появление женщины в научных кругах, а уж тем более в качестве преподавателя вуза, было просто невозможным. Нонсенс. Она выходит замуж за ученого-палеонтолога Владимира Ковалевского, и благодаря этому она все-таки попадает в научные круги. Например, благодаря своему браку она знакомится с физиологом Иваном Сеченовым и биологом Ильей Мечниковым. Вместе супруги Ковалевские уезжают жить в Германию. Там София преподает в университете и как раз-таки создает свою работу и становится доктором наук. Что интересно, доктором наук она стала в возрасте всего лишь 24 лет. Позже она возвращается в Петербург. Здесь она довольно холодно была встречена в научных кругах. Членом Петербургской академии наук она так и не стала на тот момент. Через какое-то время университет Стокгольма приглашает ее преподавать, и, собственно, она уезжает туда. Пишет еще несколько своих работ, и с тех пор имя Ковалевской становится известным по всему миру. Ее уже на тот момент было совершенно трудно игнорировать. Она таки становится членом-корреспондентом Петербургской академии наук, но как иностранный ученый. И вот вернувшись в Петербург и имея членство в Академии наук, тем не менее ей запрещают присутствовать на заседаниях этой академии. Эта великая женщина умерла очень рано, в возрасте 41 года. Она возвращалась в Стокгольм, и по дороге простудилась, и умерла от пневмонии. Вот такая вот нелегкая судьба связывает ее с этим городом, который тоже и в ее судьбе сыграл значительную роль. Один из самых знаменитых, если не самый, царедворцев за всю историю империи Александр Данилович Меншиков. Ну, естественно, он тоже понаехал в этот город вместе с царем. Происхождение семьи Меншикова несколько туманно и довольно спорно. Считается, что род имел свое происхождение из Литвы и был небогат. Маленький Александр Данилович вообще в детстве торговал пирогами. В 14 лет он становится денщиком Петра I и очень быстро входит к нему в доверие. Он принимал участие в азовских походах вместе с Петром. Он участвовал в подавлении стрелецкого бунта в Москве. Он сопровождал Петра в его заграничных поездках по странам Западной Европы в том числе. Ну, естественно, он помогал ему строить город. Руководил здесь строительством верфи, крепости, оружейных заводов. Мало того, Петр ему очень доверял. Александр Данилович мог не только выполнить любое поручение Петра, он также мог даже с ним поспорить и подавлял его гнев. Когда царь гневался, его все боялись, никто не хотел с ним общаться. Ну, страшно ведь царь. А Меншиков мог это сделать. В Петропавловской крепости есть шесть бастионов. За сооружение каждого из них отвечал один сподвижник Петра, его приближенный. И, соответственно, каждый бастион называется именем этого человека. Естественно, Меншиков бастион там тоже есть. Александр Данилович Меншиков первый генерал-губернатор Санкт-Петербурга. Что немаловажно, для понаехавшего карьеру он сделал блестящую при Петре. Ну, естественно, другая сторона медали для этого человека. Его известны казнократство и взятничество. Когда Петр Первый об этом узнал, он был сильно разочарован. Он отобрал от него часть титулов. Но уже будучи на смертном адре, Петр его простил. Когда к власти пришла Екатерина Первая, она вернула Александру Даниловичу все титулы. И, в общем-то, это был новый виток его государственной карьеры. Но когда на троне оказался император-подросток Петр Второй, его без суда лишили всех должностей, всех титулов, всего имущества и отправили в Сибирь. Там и закончились дни в очень грустной атмосфере этого противоречивого, но весьма выдающегося человека своего времени. А в Санкт-Петербурге сохранился Менжиковский дворец. Это вообще одно из первых каменных строений нашего города в стиле Петровского барокко. Здесь и Петр Первый часто бывал, называл его посольским домом и устраивал здесь свои знаменитые ассамблеи и приемы. В общем, вел себя, как у себя дома. Ну и как вишенка на торте из понаехавших, Петр Первый. Да, именно он завершает мой список, потому что в каком-то смысле можно сказать, что он тоже сюда понаехал. Да, с той лишь разницей, что он этот город основал. Перевез сюда весь двор чиновников и вообще перенес столицу из Москвы в Петербург. На окружающих, на своих современников Петр наверняка производил очень странное впечатление, поскольку это не просто был царь. Он внешне был странный, у него был очень высокий рост, при этом непропорционально маленькая голова и размер ноги. Шляпа не хочет на мне держаться уже под конец. Ну что ж, спасибо питерскому ветру, который обдувает обычно со всех четырех сторон. Так вот, помимо вот этой вот странной непропорциональной внешности, он еще и одевался на европейские манеры, приказал другим одеваться так. Он вводил совершенно непонятные на тот момент для окружающих здесь новшества. При этом у него был достаточно горячий нрав. Он часто любил сердиться, его просто все боялись. В общем, в какой-то степени ему можно было назвать, если на современный манер, то как минимум фриком. Очень долго можно перечислять нововведения Петра и рассказывать про его правление. Я лишь назову сегодня только некоторые. Газеты. До него, конечно же, газеты существовали, но они были рукописные и содержали в основном только слухи. При нем впервые в 1702 году была издана газета «Ведомости», которая была уже похожа на наш современный вариант. К слову, она издается до сих пор и называется эта газета «Санкт-Петербургские ведомости». Петр I ввел современное летоисчисление. До него на Руси годы считались с момента сотворения мира. Он же приказал считать годы на европейский манер от Рождества Христова. То есть год 7209 превратился в 1700 при нем. Реформирование армии. Именно при Петре появляется регулярная армия, то есть формируется армия с помощью постоянного рекрутского набора. Новый год. До него на Руси праздновали Новый год 1 сентября. Он же приказывает на европейский манер праздновать Новый год 1 января. Ну и появляются соответствующие атрибуты этого праздника, которые тоже к нам пришли из Европы. Реформирование алфавита. При нем все печатные издания начинают печататься с помощью гражданского шрифта. И появляются две буквы Э и Я, которые ранее не использовались. Раньше все печатные издания создавались с помощью так называемого полуустава, где было очень много надстрочных знаков. Петр I также отменил насильственные браки. Теперь помолвку можно было отменять. Приказал расширить сеть аптек. До него в Москве существовало буквально две аптеки. Для императорской семьи, точнее для царской на тот момент, и для богатых, для знати. При нем сеть аптек расширяют и передают их в частные руки. То есть можно теперь было открыть собственную аптеку и даже тот, кто хотел это сделать, получал бесплатно участок земли под строительство аптеки. Царь боролся с коррупцией. До него коррупция не являлась государственным преступлением. Все это в государственном аппарате допускалось. Он же стал жестко карать за это. Образование. Государственные должности ранее можно было занимать по принципу происхождения и семьи, ну, в общем-то, и связей. Петр же стал обращать внимание в первую очередь не на происхождение человека и на его семью, а именно на образование и на его способности. Они стали гораздо больше цениться для того, чтобы занять некую государственную должность. Ну, и, конечно же, знаменитые вечеринки Тусы Петра Первого, местные его ассамблеи. До него на Руси были пиры, а для крестьян для простых братчины. Это были такие закрытые мероприятия типа обедов, куда женщины категорически не допускались. Петр же вводит свои знаменитые ассамблеи, где можно было не только общаться и угощаться, а также танцевать обязательно. И туда начинают приглашать и женщин тоже. Кстати, на канале есть отдельное видео про бал, поскольку ассамблеи Петра являлись предшественниками бала и бала маскарада здесь, в частности, в столице Российской империи. На этом у меня сегодня все. Теперь, возможно, посмотрев две части этого видео, вы могли убедиться, что этот город во многом формировали в разные времена понаехавшие как из Европы, так и со всей территории России и оставляли здесь свой значительный след. С вами была я, Ира Гит в шляпе. Мои контакты находятся в описании к этому видео, поэтому пишите, звоните, приходите на экскурсии. Будет еще много интересных историй. Всем пока! Продолжение следует...